Мы хотим вас познакомить с предысторией разработки этой проблемы основоположником нашего учения, Карлом Марксом. Дело в том, что в период работы интернационала, первого интернационала, сначала Международного товарищества рабочих, а потом первого интернационала, Маркс почувствовал, что серьёзным является вопрос о том, как рабочие различных стран понимают своё положение в обществе, как они могут воспринять научное понятие классов, поскольку всякая классовая борьба, как позже Плеханов чётко сформулировал, всякая классовая борьба есть, борьба политическая. Вот Маркс, наряду с разработкой научных оснований марксистской своей теории классовой борьбы, он занимался ещё и популяризацией теории классовой борьбы, уже научной, которую он разрабатывал. И он, чтобы предостеречь рабочих от увлечения всякими посторонними определениями, обманками, так сказать, по отношению к серьёзной категории классов, решил помочь ответить на эти актуальные вопросы. С первым из этих вопросов к нему обратился его соратник по теории, по деятельности первого интернационала Иосиф Вильгемейер. Но он писал ему уже из берегов Соединённых Штатов, из берегов Американского континента, куда он вынужден был уехать после поражения революции 1948 года в Германии. А вот, оказавшись в Америке, он продолжал пропаганду марксизма среди американского рабочего класса. Но наряду с этим делал это не в качестве академического, так сказать, теоретика, а прежде всего он активно включился в борьбу передовых сил американского общества, сосредоточенных в армии северян, против отсталых рабовладельческих, ретроградных, так сказать, слоёв американского общества и частных собственников в армии южан. И героизмом своим дослужился до чина полковника армии северян. А после окончания войны он издавал рабочую газету, пропагандируя основы марксизма в Америке. И вот его заинтересовал вопрос, а что такое классы в научном определении? Потому что он сталкивался со многими другими пониманиями классов, в частности, те, которые до того, как Маркс начал работать над своей теорией, распространялись французскими и американскими идеологами, типа французских теоретиков Кири, Гизо, Минье, то есть буржуазными теоретиками. И Маркс в ответ на запрос Вейдемеера о том, что же такое в научном смысле классы и какова роль Маркса в разработке теории классов, обратился с соответствующим запросом к своему старшему товарищу, учителю, Карлу Марксу. Вот Маркс в письме своему другу о происхождении классов отметил, что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни то, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки, задолго историки французской революции, прежде всего, до меня изложили историческое развитие этой борьбы класса, а буржуазные экономисты экономическую анатомию класса. То же, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующее. А нового, это значит научного. То есть он преднаучную, так сказать, теорию буржуазных экономистов и социологов преобразовал в научную теорию на основе разработки своей концепции исторического процесса, что существование класса связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. То есть, проще говоря, современным языком, что в каждой формации свой набор классов, если грубо так сказать, свой набор классов. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Что это неизбежная историческая вершина, так сказать, апофеоз всякого обострения классовой борьбы, особенно в капиталистическом обществе. Глядя далеко вперед, смотрел Маркс. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. То есть, уже здесь, в последнем пункте, Маркс закладывает основу для разработки программного положения в критике Готской программы. Он потом сказал об этом социал-демократам немецким. О том, что переход к коммунизму через диктатуру пролетариата, в установлении диктатуры пролетариата, не является единовременным скачком через пропасть, так сказать. Это переход связан с медленным преобразованием, но, тем не менее, решительным, качественным преобразованием капиталистической системы ведения хозяйства со всеми отношениями собственности, с идеологией и так далее, в новую, промежуточную, своеобразное чистилище, так сказать, эксплуататорского общества, социализм, фазу социализма, о чем он написал уже в 1881 году в критике Готской программы. И вот таким образом мы видим, почему Ленин впоследствии четко и ясно в 13-м году, в годовщину, 30-летнюю годовщину смерти Маркса, четко и ясно сформулировал положение. Главное в марксизме – это учение о классах и диктатуре пролетариата.